Сегодня в Чувашии дали старт году счастливого детства. Торжественная церемония прошла в Ледовом дворце Чебоксары-арена. Сюда пригласили более 4 тысяч ребят. Подробности с места событий у Дмитрия Ковалева. Счастливое детство, оно такое, яркое и беззаботное. Церемония открытия года поражала своими масштабами. В крае возможностей можно реализовать любые мечты, если только очень этого захотеть. Для образцового ансамбля «Катюша» на сцене Ледового дворца пробил звездный час. Именно мы выступаем в открытии года счастливого детства, потому что мы самая старшая группа, можем показать все свое умение, весь свой талант. Народный танец, он такой душевный танец, он много показывает о народе. Мы танцуем народные танцы, классические и странные. Многие дети боятся выходить на сцену, а когда они один раз поучаствуют в таких мероприятиях массовых, им уже не страшно. Создавать новое будущее – это тоже про них. Чувашия – это регион, где ценятся таланты. Лозунг «Года счастливого детства». Участников концертной программы при урочной году открытия счастливого детства настолько много, что к номерам приходится готовиться прямо в фойе Ледового дворца. Всем не хватает свободного места за кулисами. Только юных артистов на церемонии открытия года счастливого детства порядка двух тысяч человек. Еще больше зрителей на трибунах, которые приехали в Чебоксары со всех муниципалитетов республики. Здесь и призеры Олимпиад, и спортсмены, и кадеты. Я участвую в этом движении уже три года. Я со школы номер 19. Очень интересно, много очень кружков, маршировка. Мне очень нравится маршировать. Здесь очень много кружков. Бокс, строевая, патриот. Чтобы в будущем поступить на военную академию. В полицейскую академию мы, например, разбираем, собираем автоматы, пистолеты, магазины. Я хочу стать будущим сотрудником ТПС, и это мне очень поможет. Вместе с детьми в Ледовый дворец приехали и преподаватели школ. Это ведь и их год – педагога и наставника. Образовательный процесс сегодня меняется стремительно, и от него лучше не отставать. Нынешнее поколение чуть-чуть более креативно как-то открыть, чем предыдущее. И, соответственно, сейчас с детьми легче работать, если ты к ним открываешься, потому что они открываются сразу же в ответ. То есть у них больше развита эмпасия. В рамках года счастливого детства планируется провести более ста мероприятий, а также создать инфраструктуру для занятий спортом и творчеством. Своими эмоциями о торжественной церемонии поделился глава региона. Это, на мой взгляд, очень хорошо отражает саму суть сегодняшнего мероприятия. Его развивает, а самое главное, на мой взгляд, доступно доносит до всех участников. Ну и я сам безумно рад этому событию и восторгаюсь. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.